Только за половину июня в Краснодаре произошло три случая, когда большегрузная техника начинала работу прямо под линиями электропередачи. По какой-то невероятной случайности никто не погиб, но без электричества оставались в общей сложности сотни тысяч людей и множество социальных объектов. Все организации, всех землепользователей, которые имеют земельные наделы в охранных зонах линий электропередач напряжением 110 кВт ниже, в случае необходимости производства работы в охранных зонах линий электропередач необходимо обязательно согласовывать все погрузочные и разгрузочные работы, все перевозки негабаритной техники, любые работы, связанные в охранной зоне линий электропередач с электросетевыми организациями. Однако предупреждение Кубани Энерго слышат не все. За первое полугодие 14 раз кто-то пытался начать строительные или разгрузочные работы прямо под проводами. И 87 раз водители врезались в опоры. Счастье, что все остались живы, говорят специалисты. Хотя в одном из недавних случаев в Краснодаре от электроразряда у грузовика оплавились лапы и лопнули шины. Буквально неделю назад я лично проводил совещание администрации города Краснодара по недопущению нарушения охранной зоны строительной техникой, грузоподъемной техникой, кранами, вышками в охранной зоне линии 110 кВт. Напоминаю охранную зону линии 110 кВт. Это и является площадью на землю 20 метров в разные стороны. Энергетики несут убытки. Тысячи людей остаются без света. Водители большегрузов подвергают себя смертельному риску. Компания Кубани Энерго еще раз убедительно просит согласовывать любые работы вблизи энергообъектов. Пока не грянул гром.